Почему так много времени требуется, чтобы криптовалюта стала ценной и широко применяемой? Меня часто спрашивали, что это за история, что для крипто требуется 5-10 лет. Почему мы не можем сейчас пользоваться криптовалютой? Есть большая разница в том, чего мы хотим достичь, что мы хотим создать. Если мы просто хотим создать спекулятивный инструмент, просто чтобы играть с ценой, просто покупать и продавать. Это можно создать очень быстро и легко. Но предназначение криптовалюты, чтобы стать деньгами, чтобы передавать ценность от одного человека к другому. Деньги это что-то, на что нам, людям, можно положиться. Нам нужно знать, какова цена, ценность. Нам нужно доверять этому. И единственный способ сделать это, это иметь стабильность. Ключевой момент это иметь стабильную цену. И как же это сделать? Например, для фиатных денег стабильная цена вначале поддерживалась золотым стандартом. И благодаря этому мы всегда знали, какова ценность тех денег, которые у нас есть. Но сейчас стабильность фиатных денег исходит из сообщества, от размера сообщества. Криптовалюта пока что не насчитывает такое сообщество. В этом причина, почему требуется время создать определенную криптовалюту, правильную. Людям нужно доверять ей и иметь возможность использовать эту криптовалюту. И все это привязано к стабильной цене. Конечно, если цена возрастет, все будут счастливы. В конце 2017, начале 2018, все говорили о цене криптовалюты и покупали, многие покупали ее. Но в течение 2018 года цена криптовалют сильно снизилась и, конечно, люди разочаровались, потеряли веру. Конечно, есть поддерживающие, которые понимают, что цена может подниматься и снижаться. Но большинству нужно что-то стабильно. Они не хотят подвергать риску и играть своими деньгами. Поэтому единственное решение, как создать криптовалюту, это построить большое сообщество. И большое сообщество может появиться только тогда, когда обычные люди чувствуют безопасность. И в этом стабильность. Стабильность проистекает из большого сообщества. И невозможно что-то большое создать за одну ночь, за полгода, за год. Поэтому крипто уже развивается примерно 10 лет и будет развиваться также и в последующие 5-10 лет. Все из нас в крипто-сообществе это те люди, которые рано одни из тех, кто первыми начали использовать криптовалюту. И это означает не то, что эти люди начали пользоваться криптовалютой 5 лет назад. Даже если они начинают сейчас, они, можно сказать, первопроходцы. Это займет минимум 5 лет. В некоторых странах 10-15-20 лет, чтобы на самом деле адаптировать криптовалюту. Поэтому неправильно говорить, что кто-то не успел сесть на поезд. Поезд только подходит. И поэтому сейчас самое хорошее время, чтобы начать изучать криптовалюту, читать о ней, проводить исследования, быть вовлеченным. Очень важно, чтобы в криптоиндустрию были вовлечены люди, которые действительно хотят что-то создать и у которых есть видение и цели на долгосрочный период. Только эти люди могут и преуспеют. Поэтому изучайте криптовалюты, читайте, образовывайте себя. И запомните, что на это требуется время. Это не произойдет за одну ночь. Забудьте о всех этих обещаниях, маркетинговых слоганах, что вы станете супербогатыми за полгода или за год. Вы знаете, это на долгосрочный период. Примите это на 4-5 лет, возможно, даже на 10. Крипто это то, что может создать огромное богатство, но только для терпеливых людей. Не прыгайте вперед-назад. Действуйте на долгосрочный период и тогда получите результат. Как мы можем повысить стоимость даккоинов? Так как у нас есть действительно другой подход, в отличие от других криптовалют, которые гарантируют стабильность и дают людям понимание, откуда приходит ценность, как она вырастает. И это очень легко понять. Все дело в размере сообщества, все дело в размере сообщества пользователей, мерчантов и в экосистеме. Экосистема это то, что мы как компания, о чем мы заботимся. И также добро пожаловать всем внешним разработчикам, которые хотят тоже помочь. Идея экосистемы в том, чтобы дать даккоинам все те преимущества, которые имеют фиатные деньги и все возможности. Или же это финансовые возможности, или возможности приобретения чего-либо. Все, что люди сегодня могут делать с обычными деньгами, нужно, чтобы они могли делать то же самое с криптовалютой. Не должно быть никакой головной боли, чтобы переключиться от фиатных денег на криптовалюту. И сообщества мерчантов и пользователей идут рука об руку. Конечно, сначала развивается сообщество пользователей, а потом добавляется сообщество мерчантов. И это те факторы, которые поддерживают сеть и которые сеть очень усиливает. Распространение информации о преимуществах криптовалюты, как ее использовать, как она поможет именно вам. Это ключевой момент. Распространяйте хорошую информацию, вовлекайте людей и создавайте сообщества. И в этом заключается цель сети, чтобы выйти, поддержать и создать сообщество. И это также помогает увеличить стоимость, ценность монет. Поэтому эта ситуация победил-победил. Поэтому построение сообщества пользователей и благодаря этому построению сообщества мерчантов. Иными словами, увеличение стоимости монет за это отвечает сеть. Если сообщество растет, то и цена растет. Если сообщество уменьшается, то и ценность, цена тоже уменьшается. Поэтому нам нужно идти, расширять сообщество, больше вовлекать людей, больше вовлекать мерчантов, больше бизнесов. И благодаря этому ценность, цена возрастет. Благодаря этому мы можем быть уверены, что мы построим самую большую криптовалюту. И мы сможем быть уверенными, что наши деньги в правильном месте. Что я должен делать со своими свободными дагами? Уже есть и люди, у которых есть свободные монеты в их кошельках. У нас также есть свободные монеты. Из всех монет, которые мы создали, 5% мы сохранили за компанией. Для работников и разработчиков, советников. Я в точности знаю то, что я сделаю со своими монетами. Я сберегу их на очень долгий период, потому что я знаю, что криптовалюта это то, что является будущим финансового мира. Я верю, что в будущем у каждого правительства будет своя криптовалюта и также будут несколько общеиспользуемых криптовалют. И я верю, что наша валюта как раз будет одной из тех, которые будут использоваться по всему миру. И я вижу, что благодаря этому ценность, цена в будущем будет гораздо, гораздо выше. Я даже не думаю об обмене или о продаже их. В будущем я просто планирую использовать монеты. Поэтому, если вопрос в том, что делать со свободными монетами, я бы сказал, сбереги их и посмотрим через 4-5 лет, чего мы сможем достичь, какова будет ценность, цена, в каких местах ты сможешь ее использовать, насколько мы широко распространились по всему миру. И тогда ты уже поймешь, или же ты хочешь их обменять или начать их использовать, или же ты захочешь их сберечь на более длительный период. Я верю, что наибольший рост произойдет примерно через 5-10 лет, когда уже большая часть мира сможет использовать криптовалюту. И это будет самым приятным временем, потому что монета будет широко распространена, и вы увидите, что крипты используются везде. И вот как раз этого времени я жду с нетерпением.